Следственный комитет проверяет обращение жильцов многоэтажного дома по улице Ерофеева Твери о небезопасном проживании в здании. Разрушается фундамент дома и по всему фасаду идут трещины. Лично у меня межсекционный шок. Под нами на третьем этаже сделали ремонт. Обои отходят. У нас тоже самые обои отходят. Я сначала не понимала, почему это обои отходят. А там прямо с этого шва несет. Пускай даже закуток, пускай даже закуток. А выглядит очень хорошо. По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом города Тверь, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, и следователям осуществлен выезд к дому, проведен его осмотр и опрос жильцов, а также иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следователям Следственного комитета будет принято процессуальное решение. В Центре образования имени кавалера Ордена Мужества Майора Органов Безопасности Александра Отрощенко состоялся урок подводного плавания. Погружаться с аквалангом учились кадеты 9-го К-класса. В сентябре 2021-го мы присутствовали на торжественной присяге первого в регионе кадетского класса ФСБ. У нас серьезный класс, серьезная школа, серьезное управление. Существует программа подготовки, которая включает себя начиная от скалолазанника и заканчивая роботехникой, в том числе подводное плавание. Оно проводилось впервые в этот раз. Большое спасибо подводному клубу и в частности руководителю Вадиму Шесточенко. Ярослав признался, что глядя на восторг ребят во время таких занятий, ему тоже хотелось нырнуть с аквалангом. Примечательно, что в 2016 году и сам Ярослав проходил уроки подводного плавания, тогда в должности заместителя начальника отдела спецназначения «Рысь». В тот год спецназовцы погружались в воду городских карьеров и тоже под руководством Вадима Шесточенко. У нас подготовлено больше тысячи человек за эти годы, не только гражданских, но и военных. И долгое время мы работали в бассейне Академии ПВО. Наша задача не подготовить каких-то спецназов или спортсменов, профессионалов. Наша задача подготовить патриотов. Соответственно, военно-прокладные виды спорта и экстремальные виды спорта дают возможность воспитать у ребятах мужество, характер и силу. Этот урок проходил непосредственно в центре образования, где есть свой бассейн. Было волнительно, но когда мы погрузились первый раз, были просто превосходные эмоции. Нас переполняли разные чувства. Было очень классно и весело. Спасибо руководителям. Впереди у кадетов под кураторством органов безопасности занятия по стрельбе и скалолазанию. Спортивная подготовка здесь сочетается с углубленным изучением специальных предметов. Главная задача – вырастить из этих школьников всесторонне развитых людей, настоящих патриотов своей Родины.